Прошло вот уже 54 дня с момента, как в Нур-Султане начал действовать карантин. Этим утром Марк Брюшко находится на одном из блокпостов. Марк, как обстановка? Все ли службы работают в прежнем режиме? Все службы абсолютно работают в прежнем режиме. Хочется отметить с самого начала, что мы ожидали, что здесь, если так, блокпост в сторону, ну, по Карагандинской трассе у поселка Жабек-Жулы, мы ожидали, что увидим большой поток автомобилей, легковых, по крайней мере, потому что в интернете читали очень много комментариев о том, что люди истолковали окончание режима ЧП в Казахстане как окончание карантина, в принципе, во всех городах страны, но карантин продолжается, хочется вам сказать. В Нур-Султане, по крайней мере, еще точно. Сегодня город с сегодняшнего дня также после окончания режима ЧП будет работать, будет жить, точнее говоря, в режиме карантина со всеми ограничениями предприятия. Все будут работать, только те, которым разрешили работать во время послаблений. Вот я хочу показать, здесь вот грузовой транспорт, также полицейские врачи проверяют, а вот там легковой транспорт. Давайте попробуем поговорить с людьми, куда они выезжают, на легковых машинах, по крайней мере. Надеюсь, нам ответят, нам не откажут, но если откажут, то продолжим рассказывать о том, что происходит здесь непосредственно. Ну, давайте спросим у мужчины, куда он едет. Доброе утро, Хабар-24, в прямом эфире работаем. Куда едете, что перевозите? За карьерем еду, за песком. Работаю, сейчас не еду. Карантин продолжается. Как тут вам вообще все эти 54 дня карантина дожилось? Как вы относитесь к тому, что все-таки нужно еще в режиме ограничений пожить какое-то время? Как вам сказали, там дома сиди. Дома сиди, когда заказывают, там выезжаем, а так на работу не выезжаешь. Спасибо большое. Давайте попробуем. Другой автомобиль сейчас к нам подъедет и попробуем поговорить с его водителем. Так, ну вот, чтобы далеко не уходить, вот сейчас машина подъедет. Здравствуйте, Хабар-24, в прямом эфире работаем. Куда отправляетесь, что перевозите? Ничего не отправлюсь, с работы домой еду. С работы домой едете, да? Вас пропускают, да, получается? Ну, сейчас проверим. Ага, вы еще не знаете, да? Ну, я проезжал туда-сюда, ну, живем вот здесь, это поселок Жалтерполь недалеко. Ну, что-то не пропускает, не знаю, иногда бывает. Ну, карантин продолжается, вы знаете, да? Да, да, понимаем, да. Все понимаем, что продолжается, да. Понятно. Но два человека, по крайней мере, вы можете судить по их реакции, что они знают, что карантин продолжается, и что все ограничители и меры, они еще действуют. И вот только вот в ближайшее время мы узнаем, будет ли очередное послабление карантина, или же столица будет жить также в условиях ограничений, таких же, как сейчас и есть, потому что ограничения действительно нужны. COVID-19 еще распространяется на территории Казахстана, и только в наших силах, если мы все эти ограничения будем соблюдать, до сих пор в наших силах только, сдержать распространение вируса и полностью его искоренить. К этой минуте у меня все. Вот такая обстановка здесь, на одном из столичных блокпостов. То есть, фактически, наплыва легковых автомобилей нет, люди понимают, что карантин продолжается, и нет таких потоков, как мы ожидали, которые будут пытаться выехать из города или проехать на его территорию. Ну что же, водители все-таки, и не только водители, да, в принципе, граждане всей страны стараются соблюдать все возможности для того, чтобы коронавирус не распространялся. Спасибо, Марк Брюшко, нас информирует этим утром.